Уважаемые коллеги, я прошу прощения, но этот доклад продолжение доклада профессора Илари Ошкина, Сергея Николаевича, где он рассказал о лице молодого возраста инсульта. Этот доклад является в какой-то степени продолжением той работы, которую мы нарабатывали материал с детьми. И темой для данного сообщения послужил анализ инсультов, острых урушений мозгового короборщения, которые поступили в соответствующие центры в Донецкой области, Донецкой, Мариуполе, Макеевке, Горолубке, а также специализированный центр и восстановительная хирургия, вот там, где клиническая база кафедры. Следующий, пожалуйста. Всего вот обработали почти 2,5 тысячи людей, обрети тысячи. Возраст больных от 18 до 50 лет, преимущественно вот 35-45, ишемический инсульт, геморрагический, субрактальное кровоизлияние. Следующий, пожалуйста. Но, этиология ишемического инсульта, обретите внимание, гипертоническая болезнь, патология сердца, стенозы процерубральных сосудов, сахарный диабет, хронический алкоголизм, прием к контрацептиву, анемия, восклид. Ни один не выписан из стационара с так называемым криптогенным инсультом. Следовательно, уровень диагностики высокий. Следующий, резюмируем, можно сказать, что диагностика подвидов в Донецкой области инсульта достаточно высока, хотя процент от атеротромбоза и коронеболии достигает 86. Гипертоническая болезнь, плюс патология сердца, плюс критический стеноз, и вот 88%. Тогда почему европейские данные говорят 48-52? Эти соображения и послужили основанием пересмотреть те устоявшиеся парадигмы, которые применяются для лиц молодого возраста. Следующий. Подвиды ишемических инсультов, вот они, атеротромбоз, кардиоболический, лакунарный, эмодинамический, мэрилический и метаболический. Следующий. Частота вместе с тем литературные данные говорят, что от 18 до 35 лет 5,5, да? Ну, в среднем увеличивается, обратите внимание, 22 на 100 тысяч уже 35,5 лет. Следующий. Ну, по данным мультибариального регрессивного анализа, обратите внимание, нечто меняется данные, которые дают нам европейские исследователи. На первом месте патология сероброскулярной системы, диссекция, кардиальная патология, атеросклероз, гипертензия, мигрень, дефекты коагуляции, табакокурение и теркраниальный упл. Следующий, пожалуйста. Но, сегодня нужно это обосновать. И вот эти вот нейрогенные, как высказал профессор Илья Реошкин, инсульты, следовательно, мы располагаем, что есть определенная предуготованность и есть то, что мы проплетаем в факторе риска. Это явилось основой для создания концепции context-dependence, да, и ситуационной зависимости у молодых пациентов. Понятие context-dependence сегодня общепринято, и вот только недавних исследований, сегодня присутствует Людмила Александровна Антона Надзяка, который развивает эту тему достаточно успешно. Следующий, пожалуйста. И все же маятник коснулся в сторону кардиомболии. Следующий. Вот они, источники. Следующий. Это видео. Я не буду вас задерживать внимания, поверьте, через 10 минут он оторвется. Ну, хорошо, ладно, следующий покажется. Давайте слайды. Лиз молодого возраста вместе с тем является, нет, как у лиц пожилого возраста, это патология преимущественно прецероборальных сосудов и сердца. Болезни сердца – источники для кардиогенной эмболии. Наиболее вероятная причина, я не буду повторяться, сегодня о них говорили, включая, особенно акцентируя внимание, сегодня говорили на лонгкоте, рульонуэкоте, овально открытое окно и, что очень важно, обратите внимание, открытое овальное окно плюс аневризмы желудочковой перегородки и наличие повышенной коагуляции зонных способностей крови. Следующий. Для достоверной диагностики мы предъявили метод сочетанной записи электроэнцефалограммы и эхо-кардиографии, включая холтер ЭКГ, чтобы отдифференцировать возможность происхождения, и это делается в амбулаторном режиме. В данном случае у девочки были нарушения ритма. По данным различных исследователей с молодого возраста, обратите внимание, сегодня уже говорили об открытом овальном окне, и это действительно так. Следующий, пожалуйста. Одной из причин особенно открытое овальное окно и так называемое аневризмы межперседной перегородки. Таким образом, если не уверены в этиологии ишемического инсульта, особенно в лиц молодого возраста, необходимо проводить, конечно, эхо-кардиографию, трансэзофагальную кардиограмму для определения именно источника. Следующий. Показано на схеме. Овальное окно. Следующий, пожалуйста. И одним из условий парадоксальной боли, о чем сегодня как раз говорили, вспоминая пробы вальсальвы у беременных, это наличие трахиобронхита, бронхолевочной патологии, приступов кашля, судорожный синдром, литерная задержка дыхания, ныряние, которое провоцирует этот факт. Обратите внимание, сегодня криптогенные инсульты обязательно нужно проводить эхо-кардиографию, потому что большой диамет межпселенного отверстия, венозный тромб, аневризма, гиперкогуляция, легочная гипертензия и, включая, газовую эмболию. Следующий. Ну вот, сердце, сосуды, естественно, образование пенубрии. Следующий. Второй значимой причиной является, без сомнения, наличие диссекции сосудов. Следующий, пожалуйста. Спонтанная диссекция цивиликальной характерии. Опять же, или мы не видим, или они занимаются гипердиагностикой. Следующий, пожалуйста. Следующий. Следующий. Именно травматическое расслоение, чаще всего, в лиц молодого возраста, это внезапное растяжение, поворот головы, падение следственной, даже, они об этом не помнят, особенно в условиях сельдотканной дисплязии. Следующий. Следующий. Более четкая связь спонтанной артериальной диссекции прослеживается с проведением мануальной терапии. Следующий, пожалуйста. И сегодня следует нам сказать, что диссекции цивиликальных артерий, это, обратите внимание, ишемические атаки, инфаркты мозга, субархиндальное кровоизлияние, транзиторные ишемические атаки, и, обратите внимание, что нередко это бертобарбазиллярные системы. Реже наблюдается ишемия, и нейропатия, фугосиндром, объясняя взрослых, это, конечно, артерия офтальмика, вследствие идущего эмбола с прецеребральных сосудов. Здесь же связана здесь секция. Следующий, пожалуйста. Типичное проявление артериальной диссекции, боль в области задней поверхности шеи, северкогенная головная боль, лица наблюдается, лица, а также синдром Горнера, и пульсирующий шум в ушах от 25% больных. Это мы видим, но мы не думаем о диссекции. Следующий. И полный или частичный синдром Горнера, и наличие при артериальной диссекции очагов внутрисосудистого тромбообразования в зоне разрыва эндимы, как раз очень и характеризует в последующем возможность трансформации в геморрагический инсультидущий. Ну, здесь показано вот следующее. Следующий. И наиболее распространенным методом, конечно, является компьютерная томография, а сегодня, учитывая, что у нас сосудистый центр, следовательно, панортериография. Следующий. Предосплавающим фактором является, без сомнения, слюнотканная дисплезия, перешедшая от детей, подросткам, взрослым. И мы описали это в своей монографии. Следующий, пожалуйста. Порок Липпельфейля, который пропускается. Следующий, пожалуйста. Однако, все же патология крови и аутоиммунные механизмы развития ишемического инсульта у лиц молодого возраста также важны. И сегодня говорили о недостаточности от ромбина, о роли протеина С, нарушении виприлитической системы. Наличие сегодня не поднимался вопрос, хотя связывались с приемом контрацептивов. Мы длительно работаем по аутофосфолипидному синдрому, который тоже является одним из причин у лиц молодого возраста, особенно у женщин. Следующий. У больных молодого возраста с криптогеном и ишемическим инсультом, как видите, прослеживается достаточно часто наличие антифосфолипидных антител. А клинический, особенно у женщин, это имеющий в анамнезе спонтанный выкидыш и плюс левит и ретикуляры. Следующий. Вторым важной причиной это гипо- и аплазия позвоночных артерий, стеноз сонных артерий, разрыв вилизиевого круга, о чем сегодня, к сожалению, не говорили, трибифургация среднемозговой и переднемозговой и патологическая извитость, то есть этого рожденное или приобретенное. Следующий. Ну, давайте пропустим, быстренько покажем. Следующий, пожалуйста. Следующий. Спонтанная окклюзия вилизиевого круга. Сегодня это не реалитет, к сожалению, нам подсказывают нейровизуалисты. Следующий, пожалуйста. А это достаточно часто бывает. Следующий, пожалуйста. Ишемия головного мозга, инсульт, транситорные ишемические атаки, судорожные пропадки мигрень, последствия компенсаторных механизмов, о чем писала покойная Наталья Николаевна. Таким образом, наличие офтальмоскопии может дать первый симптом подозрения, поскольку, так называемое, утреннее сияние диска, расширение оптического диска, дает основание уже заподорзийскосвенной, так называемой, быстро нарушающую окклюзию сонных артерий и формирование болезни Моэ-Моэ. Следующий. Не говоря уже о таких болезнях, как синдром Дауна, поскольку мы связаны с детьми, сегодня мы находим у каждого шестого-десятого эту болезнь, то есть наличие патологии сосудов. Следующий. Несмотря на грозный диагноз, болезнь Моэ подается терапией, и мы сегодня можем об этом говорить, понимая, что это хотя бы симптоматическая, но все же терапия. Следующий. Это наличие комплексных препаратов, а также при наличии очень осторожно, поскольку гидроцефальный синдром, мы очень осторожно принимаем лизин, глицерин и очень осторожно принимаем манитол, понимая, что интенсивная дегидратация опасна из-за гилактированных сосудов. Вот в этом крайняя опасность. Но при селивающей мышечке так, конечно, клексан или фраксипарин. Следующий, пожалуйста. И в последнее время, конечно, стабилизирующий парабет Весель Дуэ, почему? Потому что он блокирует люкозаминогликаны, особенно при наличии сайтонкальной дисплезии, там, где гипермобильность, суставной синдром, там, где пролапс метрального клапана, там, где в анамнезе растяжки, там, где гипермобильность и так далее. Следующий. Причины лиц молодого возраста, не имеющие четких, вот это еще одна проблема нейровизоляционных признаков. Это аутоиммунные заболевания, различные ангииты и воскулиты, которые здесь я перечисляю, которые, в общем-то, не имеют четкой картины, как сегодня Степан Миленович четко сказал, что и амилоидная ангиопатия. Мне бы хотелось сегодня знать, что есть косвенные признаки МРТ, но где сегодня можно биохимически или нужно делать проживную биопсию мозга, поставить амилоидную ангиопатию. А она есть, она достаточно часто встречается. Следующий, пожалуйста. Не говоря уже о сегодня говорили о Садосил синдроме, так называемой артериопатии перимикальной лейкомаляции, не говоря уже о Милас синдроме и, к сожалению, именно сегодня остановление этиологии подобных причин практической ангино-наврологии мало доступно и мало знакомо наврологам. Но это не значит, что этих заболеваний нет. Поэтому сегодня данное заболевание не следует относить к приоритетам. Это трудно диагностируемое заболевание нервной системы. Следующий. Поделяя пять основных подтипов лавиатерианом ишемического инсульта и учитывая наличие пенубры и как ее депрессировать то ли с позиции гиперперфузии, то ли вводя различные препараты. Следующий, пожалуйста. Так, здесь, конечно, мелко, но мы вот постарались, что вот атеротромбодический инсульт, эмболический, гемодинамический, лакунарный, геморологический, механизмы действия и, естественно, назначение этих препаратов разнятся. Следующий, пожалуйста. Я не буду останавливаться подробно, но обращу внимание, что сегодня мы особо уделяем, конечно, общеизвестным протекторам и особенно при кардиоболическом инсульте, а это часто почти 30%, речь идет о применении неотона, который достаточно хорошо стабилизирует миокард и улучшает и действует как антиэпоксан. Не говоря уже о других нейропротекторах и, следовательно, разница в терапии существенная. Следующий, пожалуйста. Но при наличии выявленного вот здесь очень важна для взрослых невролог чисто практическая рекомендация. В последнее время все больше и больше появляется вирусных ангиитов, начиная с герпетического и кончая Эпштейн-бар. И, следовательно, завиракс, панавир, кортикостероиды, они должны быть в наличии лечения ишемических инсультов. Почему? Потому что мы пока симптоматически лечим. А обусловленные антифосфолибидным синдромом, естественно, кортикостероиды и иммуноглобулины внутривенные, чтобы не было ДВС-синдрома. И здесь уровень тромбоцитов принципиально важен. Потому что тромбоцитопения это более коварная вещь, чем ожидать перерастания в геморражку внутри мозга. Следующий. Ну, а терапия при диссекции сосудов, обратите внимание, поскольку есть угроза, следовательно, здесь нейрохирург под контролем и здесь должна быть четкая связка. Следующий, пожалуйста. Таким образом, сегодня можем констатировать, что нарушение мозгового кровообращения у лиц молодого возраста это новая глава в ангеневрологии. Сегодня каждому неврологу заученные парадигмы теологических факторов и подвидов инсультов лиц пожилого возраста не следует механически переносить на лиц молодого и среднего возраста, тем более трудоспособного. Внедрение современного паттерна инструментального биохимического вирусологического иммунологического подобных больных позволит, конечно, улучшить без сомнения диагностику подвида, но самое главное мы должны модифицировать, пересмотреть как первичную, так и вторичную профилактику у лиц молодого возраста, у которых есть уроза инсульта и которым еще предстоит пересмотреть.